В сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим о дичи в Голливуде, о повестке, которая перешла все мыслимые и допустимые пределы в плане какого-то здравого мысли, потому что одного из воротил шоу-бизнеса голливудского в Америке посадили в тюрьму в 17-м году. Ну как в 17-м году? В 17-м году началось это все дело тяжело. В 2020 году суд признал Харви Вайнштейна виновным и приговорил его к 23-м годам. За что, почему и как в этом сегодняшнем видео я проговорю все нюансы и свои умозаключения по этой дичи, которую просто уже невозможно выносить. Итак, за что же этого продюсера воротило голливудского главного столпа Голливуда? За что его упекли в тюрягу? За домогательство, за изнасилование и в течение 30 лет он в общем не давал спуску помощницам и актрисам. Кто-то неожиданно вдруг решил об этом вспомнить спустя миллион лет после своих вот этих заключений. И все девочки, которые прошли через это, актрисы посыпались как из рога изобилия. Все подхватили это знамя и коллективный, можно сказать, такой иск принес вот такое решение. Человека с этого золотого насиженного кресла царя Голливуда спустили его и посадили в тюрьму. Но изнасилование, конечно, страшная вещь. Изнасилование, безусловно, плохая страшная вещь. Но, как вы сами знаете, в нашем сегодняшнем мире, в Америке, в частности, повестка трактует определенные вещи. И одна из этих вещей, помимо всяких там ЛГБТ и расовых представительств, это женская сила и унижение мужчин. То есть, эра мужчин прошла, а теперь мы, женщины, сильные, в общем, они, вот это новое движение, оно всячески ненавидит мужчин, особенно белых, почему-то непонятно. Ну, в общем, они эксплуататоры, звери, в общем, сволочи. И вот эта вот фигня набирает обороты. Как же он это делал, да? Вот свои злодеяния, как он совершал, давайте разберемся. Это говорят сами пострадавшие, якобы. Итак, мужик, охочий до женского тела, просил зайти в свой номер в отеле, определенную актрису. Она к нему приходила, он встречал ее в халатике, накинутом на голое тело, скидывал халат и просил сделать массаж. После того, как массаж был сделан, он переходил более активным действием, начинал ее там трогать, чупать, гладить, в общем, и заниматься с ним сексом. Вопрос. Где здесь нахрен изнасилование? Во-первых, что значит зайти ко мне в отель, актрисе сказать, то есть в его личный номер. То есть актриса молодая, которой такое предложили, это как бы предложение само по себе уже подразумевает, что тебя зовут потрахаться. Ну, извините меня. То есть осуждать мужчину здорового за то, что он хочет заняться сексом женщины, это бессмысленно. Если он насильно ее к этому склоняет, выламывает руки, задирает ее юбки и шпилит ее где-то там, да, зажав ей рот. Вот, безусловно, чел должен сидеть в тюрьме. Если он подходит к ней и говорит, хочу с тобой переспать, соглашайся. За это судить мужчину, ну, не знаю, за это мне нужно, мне кажется, всех судей увольнять нахрен, если выносят подобные обвинительные приговоры. Я, честно говоря, просто в шоке. Просто разбираем эту ситуацию. Молодой актрисе говорят, зайди ко мне в номер сегодня вечерком. И она такая, конечно, зайду, ничего же не будет. То есть, сам вопрос, не в кабинет во время рабочего дня, да, когда он сидит там, работает с бумагами, там, просматривает договоры, там, и зайди ко мне там в кабинет, да, там, на рабочее место. В номер его, в отеле вечером, ночью, да. Зачем ты туда пошла, во-первых? Во-вторых, хорошо, может быть, ты недалекого ума от дама и такая, ну, ладно, зайду, может, что-то он там обсудить хотел, некогда ждать что-то срочное, да, хочет мне роль предложить. Хорошо, идиотка туда приходит. Идиотку запикаем. Нет. Актриса туда приходит, видит, что он голый, в халатике находится, еще пока не голый, скидывает халатик и просит сделать массаж. То есть, женщина стоит, она не заперта в комнате, она стоит в свободном плавании, как говорится, у нее руки-ноги не связаны. Перед ней мужик, который скидывает халат и говорит, помни меня. Первое, что должна сделать любая девушка и женщина, при этом, если она не хочет заниматься какими-то вот такими странными вещами, то есть уже достаточно более-менее личностными, интимными, это сказать, извините, не для меня. С кем-то другим, дорогой мой, развернуться и выйти. Идиотка запикать. Нет. Соглашается снова. То есть, она уже пришла туда, да, тупица. Запикать. Нет. Она туда пришла, он скидывает тело, он скидывает халат, то есть, это не ее парень, это не ее муж, это не ее бывший даже. Это просто продюсер, известный продюсер. И он скидывает халат, остается полностью голым и такой говорит, помни меня. И она такая, ну ладно, помну, ничего же не будет. Да, просто раскручиваем ситуацию дальше. Она начинает ее мять. 130-килограммовый боров лежит, получает удовольствие. Ну, как бы понятно, значит, девочка не против. После массажа, я голый, перед ней лежу, все, в смысле, ты мнешь голову, мужик, а что, нормально с головой все, нет? Дверь открыта, никто тебя не держит. После этого, естественно, мужика помяли, ну, все, дальше продолжение, дальше мы займемся сексом с тобой, как бы, в чем вопрос? И после вот этих, там, 30 лет, когда каждая через это проходила, а винить свободного холостяка, что он спит с разными женщинами, это вообще по-идиотски, если у него нет серьезных отношений ни с кем, это просто бред собачий. То есть, все обвинения актрис и работниц, которые вступили с ним в сексуальные отношения, они сейчас говорят об изнасиловании, о принуждении, о каком нахрен принуждении идет. Они на это отвечают, друзья мои, это просто прекрасно. Тогда бы, говорит, тогда, если бы мы отказались, он не дал бы нам роль. Вот это женская сила. Как вам такое? Просто говорить об этом уже стыдно со стороны женщины, естественно. Ну, он неприятный, он жирный, в этом его минус главный, он не красавчик. Это все его минусы. То, что он хотел трахаться с дамами, я не вижу здесь никакого преступления. То, что он предлагал им секс, я не вижу здесь никакого преступления. Это делает каждый мужчина, если он не робкий, он предлагает секс женщине всегда и всюду. Если он свободный, холостяк и не женат. Это нормальное отношение мужчины и женщины. Мужчины хотят спать с женщинами. Мы противоположные полы. Когда происходит наоборот, да, это уже сраная какая-то медицинская штука, да, об этом критиковать нельзя, у меня канал банились за это. Вот, но здесь нормальная, естественная мужская реакция. Он бы, говорит, тогда нам не дал роль. То есть ты пришла и продалась за роль. Вот, шлюха! 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 О каком изнасиловании может идти речь? И нахрена этим заниматься большому продюсеру, которому и так все давали? Просто, чтобы он им роли потом предлагал. Ну, если ты не хочешь блата от столпа киноиндустрии, от бизнеса, чтобы он эту роль дал не тебе, а кому-то другому, чтобы он тебе, вернее, дал, ты идешь и спишь с ним ради этого. То есть вам не кажется, что это немножко попахивает проституцией? Ну, как бы так, на минуточку. То есть ты продаешь себя не за деньги, а за роль. По сути, это одно и то же. Ну, пробивайся тогда сама. Не все же актрисы спят с продюсерами. Или все? Да нет, не все, конечно. Есть кто своим талантом и своим упорством добивается этого. И не всегда продюсер стоит между тобой и ролью. В плане этого есть твоя внутренняя свобода, твоя внутренняя честь. На хрена, собственно, ты, говоря, соглашалась? Может быть, тебе было неприятно, и, скорее всего, тебе было неприятно кувыркаться со 130-килограммовым некрасивым мужиком? Ну, так отказалась бы тогда. А то интересно получается. Проходит 30 лет, одна какая-то дама решила об этом рассказать, и все они такие, ой, блин, я переступила через себя, через такое прошла. И все коллективно пришли, как вороны налетелись. Мужик сел на 23 года. Он, конечно, там еще пытается что-то подавать, но под давлением общественности, мне кажется, он никуда не выйдет и умрет в этой тюрьме. Просто за то, что он хотел спать с женщинами. Какое нахрен изнасилование? Что значит домогательство? Меня от этой херни... Из женщин показывают на площади, они там стоят, орут, у них какие-то кричалки, знаете, у суда там, они там ненавистью искаженные лица, типа... Так откажись. Ненависть может быть только к человеку, если он тайно усыплял там эфиром женщин, да? Они просыпались у него в доме связанные, он их там насиловал против их воли. Они не могли уйти, не могли ничего против ему сказать, потому что все, они были связаны, пленены. Да? То есть это, да, если бы такой был маньяк человек, можно было бы вот это все делать, стоять там, демонстрациями орать. И эти искаженные лица ненавидящие мужчины, откуда это вообще взялось? То есть все. Нас природа сделала разными, специально два пола, чтобы мы любили друг друга. Кто придумал вот это вот движение ненависть к мужчинам? Я не понимаю на Западе, что происходит. Если вот так вот разбираться, то по сути человек ни в чем не виновен. Человек пришел к власти, он долго трудился, он долго трудился, работал над собой, зарабатывал деньги, у него появилось влияние, и теперь он может шепнуть тому или иному режиссеру, что надо взять вот эту девочку, а не эту. Пользоваться этим и предлагать секс дамам за это, мне кажется, это то, к чему стремится любой мужчина. То есть, ну, чтобы вы понимали, мы не будем здесь лицемерить, на этом канале никогда у нас не будет лицемерия, какое-то двуличие какого-то. Мужчины любят заниматься сексом с женщиной. Это аксиома, которую нельзя никак выкинуть ниоткуда. И если мужчина может сказать, хочешь попасть в фильм, я хотел бы с тобой покувыркаться сегодня вечерком в постели. Если ты согласна, ты попадешь в это кино. Не согласна, пробивайся сама, я не буду никак тебе вредить, пожалуйста. И она такая, да хрен, типа, ладно, проведу хорошо с ним время, зато попаду в голливудское кино, прославлюсь. Актрисы становились знаменитыми, получали большие деньги, ну, вы могли не отказаться от этого, пойти и, я не знаю, официанткой работать в бар. Нет, мы хотим известность, мы хотим денежки, мы хотим красную дорожку. А потом через 30 лет, аааа, сволочь, дрянь, он нас склонял. Так не склоняйтесь. А что, так можно было, что ли? Не склоняйтесь. Друзья мои, вот на этой сказочной ноте, я даже не знаю, что больше здесь добавить, 23 года прям, понимаете, человек. И человек был величайшим, просто властным человеком, и он сейчас никто. Он сейчас в тюрьме, уже со здоровьем у него, плохо от нервов, естественно, там до сердечного приста, его ненавидят, просто ненавидят, за что, непонятно. Сами вели себя как продажные шкуры, а теперь возмущаются и еще и не стыдятся об этом говорить. До какого уровня идиотизма дойдет ситуация в США, я не знаю. Каждый раз дно пробивается все дальше и дальше, и когда свежими чистыми мозгами об этом думаешь, приходишь в ужас. Надеюсь, это до нас не дойдет никогда. У нас вроде все дружат, и никакого ущемления прав женщин нет, и, собственно говоря, и феминизма такого нет, как у них. И это замечательно. Всем хорошего дня, с вами был Сокол, пишите в комментариях, что вы думаете по этой животрепещущей теме. Я свои мысли высказал, это какая-то несправедливая дичь. Да прибыть с вами сила! Спасибо за просмотр!